Думаю, все игроки Майнкрафта хотя бы раз ловили себя на мысли, что им уже наскучил их старый мир, и они бы хотели начать выживание с нуля, но не все делают это правильно. Всем привет, с вами Демастер, и это 24 света, как можно ускорить свое развитие в Майнкрафте. Не забудь поддержать это видео лайком, и давайте соберем на нем 3000 лайков, ведь именно это мотивирует меня делать такие ролики для вас. Все игроки, когда создают мир первым делом, начинают добывать дерево, после чего пытаются раздобыть еды, но большая часть игроков не осознает, что впоследствии они с большой вероятностью останутся там жить. Так может стоит не убивать всех животных, а оставить по два животного каждого вида, ведь без них вы не сможете в будущем построить фермы, а везти их из другого места очень долго. Сразу после создания мира не забудьте отметить блок, на котором вы появились, ведь он не всегда равен нулевым координатам. Это нужно в случае, если вы в будущем планируете пускать друзей в свой мир. За счет этого их будет намного легче найти, да и в целом это можно будет использовать для различных пранков. А теперь факт, который вам очень пригодится в будущем, когда вы уже будете достаточно развиты для того, чтобы начинать строить красивые проекты. Сразу после создания мира не поленитесь при виде нового вида древесины собрать саженцы. Благодаря этому у вас будет возможность в любой момент получить необходимое дерево. Главное при наличии любого выживания это забота о собственной безопасности. Чтобы обезопасить себя от любых мобов и даже взрыва крипера, вам будет достаточно обычного щита. По сути это просто один слиток железа и немного досок, но он очень сильно обезопасит вас от всех мобов. Создайте ведро воды, не поленитесь. Если вы достаточно опытный игрок, то он сможет спасти вас от лавы, падений, эндерменов и это лишь часть его плюсов. Каждый игрок всегда должен носить его с собой, чтобы не произошло. Раз у вас уже есть ведро, то почему бы вам не отправиться в ад? Даже если у вас нет алмазной кирки, используя обычное ведро, озеро лавы и немного смекалки, вы сможете уже посетить ад, в котором найдете множество полезных ресурсов. Но будьте осторожнее в аду, ведь там вас уже будут ждать злые мобы. Во время путешествия по миру у вас закончилась еда, а домой идти долго? Вам стоит просто найти ближайший источник воды, в нем почти гарантированно обитает рыба. Как по мне это идеальный вариант, ведь ее очень много и у каждой из них мало хп. Убив всю рыбу в речке или озере, вы сможете прожить еще очень долго. Если вам посчастливилось найти деревню, то не стоит медлить, вы должны сразу же взять двух жителей и отделить их от остальных, а после спрятать их можно более надежно. Это обезопасит их от нападения зомби и разбойникам, и в будущем их вам хватит для того, чтобы размножить и использовать в различных фермах. Не ленитесь проверять все данжи и заброшенные корабли, это займет у вас не больше нескольких минут. И при этом в них могут находиться очень ценные ресурсы, которые могут очень сильно пригодиться вам в вашем развитии. Условно алмазы точно лишними не бывают, не правда ли? Перед походом в ад вы всегда должны быть готовы ко всему, возьмите с собой блоков и зажигалку, ведь газ одним своим выстрелом может включить ваш портал, закрыв путь домой. Также не забудьте записать координаты своего портала, ведь если вы потеряетесь, вы вряд ли сможете самостоятельно найти его. Многие люди после того, как раздобыли стол зачарования, пренебрегают им, решая, что для начала стоит улучшить его за счет книжных полок. Но это не совсем так. Если он у вас уже есть, то лучше опробовать зачароваться хотя бы на прочность. За счет этого чара вы сможете использовать свои инструменты куда дольше. Если вам в начале выживания посчастливилось найти элаев в одном из аванпостов, то вы можете использовать их в своих интересах. Например, дать одному из них железную руду, а другому алмаз. И теперь копаясь в шахте, вы можете не заботиться о количестве свободных слотов в инвентаре, ведь все ваши ресурсы будут переносить за вас. Большинство людей после нахождения карты клада в одном из заброшенных кораблей забивают на ее поиски, ведь это так долго. Раскапывать всю территорию вокруг, но мало кто слышал о том, как легко находить клад. Нажав на F3, мы сразу можем увидеть координаты внутри чанка. Если мы по карте встанем около креста на координаты 9 и 9, то мы гарантированно найдем там сундук, в котором могут находиться столь ценные сердца моря и алмазы. Во время исследования океана в поисках кораблей вы сталкивались с проблемой, что вода слишком мутная для того, чтобы что-то в ней разглядеть. Так вот, я нашел четкое решение этой проблемы, и конечно, это не зеленое, что во зрении, ведь в начале своего выживания не думаю, что оно у вас будет. Но зато, катаясь на лодке и нажимая на F5, вы сможете повернуть камеру под определенным углом, чтобы видеть все океаническое дно без какого-либо размытия. Большая часть людей не думает наперед, и либо выкидывает ненужные им предметы, либо складывает их в один сундук. Не ленитесь, сортируйте предметы сразу и обозначайте их табличками или рамками, гарантируя, вы сэкономите на этом тонну времени в будущем. Первые алмазы в мире невероятны цены для каждого игрока, и самым глупым решением будет расходовать их на меч. Как-никак, скрафтить топор будет не сильно затратнее, и при этом его можно будет использовать не только в битвах, но и для добычи, древесины и многого другого. Если вы умудрились застрять в аду без еды, то это можно легко исправить. Для начала вам стоит найти дерево, скрафтить в него верстак и миску, а после начать поиск грибов. Используя один серый и красный гриб вместе с миской, вы можете получить похлебку, которую впоследствии съесть. Вместо того, чтобы первые дни строить дом из дерева или камня, вам стоит поберечь эти ресурсы. Лучше потратить два железа и скрафтить ножницы. С их помощью вы сможете очень быстро и без особых затрат добыть несколько стаков блоков, которые вам точно хватит для постройки начального дома. Если вам нужно топливо для печки в огромных количествах, то вам точно стоит обзавестись фермой бамбука, ведь он растет очень быстро. Если сделать эту ферму автоматической, то у вас никогда не будет проблем с тем, на чем переплавит добытое вами железо или другие ресурсы. Также советую перекрафтить весь ваш бамбук в блоке, ведь его будет действительно очень много и за счет этого вы сможете сэкономить место. Если вам лень постоянно бегать от дома до различных ферм на расстоянии в несколько тысяч блоков, теряя на это очень много времени, то вы можете проложить дорогу через ад, дополнительно покрыв их блоками льда. Это сильно ускорит процесс перемещения, ведь расстояние в аду в 8 раз меньше, чем в обычном мире, а учитывая, насколько быстро лодка скользит по льду, вы сможете проехать расстояние в несколько тысяч блоков всего за минуту. Железо достаточно важный ресурс в Майнкрафте, с его помощью делается броня, оружие, рельсы и многое другое. Так может стоит перестать бегать за ним в шахту и просто построить вот эту крутейшую ферму железа. На ее постройку у вас уйдет максимум несколько минут, но производительность при этом будет очень высокой. Полученного с нее железа вам точно хватит на все что угодно. Если вы находитесь в сухих биомах, в которых нет деревьев, а за углем вам идти лень, то стоит обзавестись ножницами, с их помощью вы сможете добывать большое количество сухих кустов, а их уже в свою очередь положить в печь как топливо. Если же у вас нет ножниц, то вы можете просто сломать кусты и пережарить необходимые вам ресурсы на обычных палках. Если вы хотите обезопасить свою территорию от злых зомби, то вам могут помочь рельсы. Создав огромный круг из рельс, вы сможете обмануть мобов, ведь они просто начинают думать, что там стена и у них не получится через нее пройти. Также за счет этой механики вы сможете огородиться от зомби в заброшенной шахте. Опыт всегда нужен, но чтобы сделать ферму на каком-нибудь спавнере, тебе понадобится много ресурсов, а ведь можно получать большее количество опыта при помощи печки. Построим такую конструкцию и закидывай сверху любые ресурсы, которые можно переплавить. Главное побольше. Сбоку кладем топливо, например бамбук, и оставляем печку на какое-то время. Суть в том, что у печек есть свойство накапливать опыт. Если ресурс забирает не игрок, а воронка, когда нажимаешь на рычаг, то нижняя воронка перестает забирать ресурсы. И все, что нужно сделать, чтобы получить опыт, это забрать хотя бы один переплавленный предмет. На этом сегодня все. Надеюсь, я смог напомнить вам о вещах, которые очень сильно упрощают ваше выживание. Ну а с вами был Майнкрафтер Демастер. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, если хотите видеть больше подобных видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok